Вон если взять семью за моей спиной, вот они на машиненку себе более-менее нормальную позволили. Ребеночек есть, выехали на природу. Ну вот, вот примерно так было и у меня. Началось все с фольксвагена джеты, бэушной, и потом потихоньку-потихоньку дорос. Один-то теплый. Ну хорошо. Ловлю себе на мысли, что есть какие-то неприятности, посылу в твою сторону, которые как горох отскатывает. А вот есть такие, которые все-таки больно ранят. Как-то ты отходишь от них, думаешь. И вот это вообще очень правильная работа. Знаете, когда предали, обманули, незаслуженно оскорбили, не зная тебя, еще что-ли такое сделали. Больно вначале. Просто больно, знаете, вот там, в глубине, на душевном уровне. Ну, это вообще нужная и полезная работа. Благодаря которой твоя душа зреет, а дух закаляется. Важная вещь. Думаешь, почему так, почему это. Где ты не прав? Где кто-то там не прав? Хочешь это не принять. Или принять что-то. А, как бы сказать, принять не принять. Если это есть, от этого никуда не деться. Это наша реальность. То есть это наша жизнь как раз есть. И вот для этого и мы и живем. Для того, чтобы наш дух в таких ситуациях закалился. Чтобы набралась мудрость. Не хочу сказать, что этому противостоять. А мудрость это понимать, принимать и реагировать в соответствии с обстановкой. То есть, ни более, ни менее. Потому что, знаете, бывают такие вещи. Вот я по себе знаю. что там что-то такое случилось. Тебе хочется ударить этого человека, который это сделал. А в других случаях, пусть даже он ударит этот человек. Ударит. А ты на него так посмотришь. И ему станет все как-то ярко и понятно. Что ты не ударил его ни из-за слабости, а из-за того, что ты намного сильнее. Мудрее и понятливее. Вот такие интересные рассуждения идут. А если бы не было этих действительно уколов, то да, ходили бы тут как эти. И ходили бы.